Слышно? Напишите в комментариях, как меня слышно, как меня видно. Надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно. Я сейчас перед самолетом нахожусь, вылетаю в Анталию, в Турцию. Значит, буду там два дня. Завтра постараюсь здесь на ноль провести урок. Если нет, значит, выйду или чуть раньше, чуть позже в записи. Значит, так. В телеграмме меня видно, я вижу, как в фейсбуке. Значит, отлично. Сегодня у нас 11-я Ниссана. Сегодня 11-я Ниссана, 2-го апреля. И сегодня у нас день рождения последнего любавического рэба. Минахи Мендел, с ней Эрсон его звали. И у него как раз было бы ему сегодня, не помню, 121 год, по-моему, он сегодня был бы. Если бы он остался жив, был бы ему 121 год сегодня. И он величайший человек, который повлиял на всех евреев мира. На русскоязычных точно, на меня лично особенно. Потому что даже обрезание делал в Синагодине Броне, где его шале был, Равицка Коган. И, ну, везде, где есть Кока-Кола, есть Хаббат. То есть он сделал невероятно для одного человека. Сколько он сделал вообще для еврейского народа, для мира. Как может один человек, интроверт, который, ну, совершенно был вот, ну, спокойный такой, да. И когда он понял, что ему нужно, у него есть великая миссия, великая цель привезти Машеха. Какие он сделал невероятные дела. И сейчас вот весь знающий мир, который понимает вообще, что здесь происходит на самом деле. Они все вспоминают его. И у него была очень хорошая такая идея. Я вам сейчас расскажу про него короткую историю, которую я в шаббат этот слышал. Она очень его характеризует. Очень сильно характеризует. Значит, в еврейском религиозном мире было не принято праздновать дни рождения. Было не принято праздновать дни рождения, потому что в Торе единственный день рождения, который упоминается, это был день рождения фараона. И считалось, что тот, кто празднует дни рождения, он как будто бы похож на фараона, который сказал, что я центр мира. Есть в этом такое очень самовозвеличивание такое, да. У фараона это было и, в принципе, дни рождения, которые я праздновал, например, лично сам, до того, как стал религиозным. То это было, ты собираешься, люди приходят, тебя поздравляют, говорят про тебя хорошие вещи. И ты как бы от этого, ну вот, кайфую, что вот какой молодец, значит, я родился, да. Хотя по факту в том, что человек родился, его заслуги нет никакой, вообще никакой. То есть его личные заслуги в дни его рождения ноль вообще, да. То есть поэтому говорил нам царь Соломон, что день смерти важнее, чем день рождения. В день смерти ты как пожинаешь плоды своей жизни, да. И по Торе день смерти это как день рождения, это третье рождение человека. У человека есть три дня рождения по Торе. Первый день рождения это когда его душа вошла в яйцекретку, в которой дальше будет человек, да. То есть душа соединилась с материальным миром. Через 40 недель второй день рождения это он выходит в этот мир уже в виде маленького человека. И третий день рождения это когда он из этого мира выходит в духовный мир уже он. Так вот только третий день рождения это результат деятельности самого человека. Первых два дня рождения это он является результатом деятельности родителей, результатом деятельности мамы, результатом тот, на кого влияют. Дальше он проживает свою жизнь и собирает, кто-то собирает заповеди, кто-то добрые дела, кто-то Тору, кто-то ничего не собирает. И в итоге человек, тело умирает и он, или он рождается, у него хватает вот этой подъемной силы духовной, которую он создал во время своей жизни. Или же он, знаете, как тык и не взлетел, нет нечему взлетать, духовности у него не было. Он свою душу оставил, не кормил всю жизнь, он кормил свое тело, кормил что-то еще, но душа его, как она была в зародышевом состоянии, так и осталась. И вот, значит, до любого числа Рэба, он, как часть юристского народа, тоже не было никогда, не праздновал дни рождения. И потом в один из годов, это было где-то лет, может быть, 30-40 лет назад, он выступает и говорит такую вещь, что день рождения надо праздновать. День рождения надо праздновать, потому что, значит, ну его надо праздновать по-другому. В день рождения ты должен сделать анализ себя, своей жизни, да, предыдущего года, и взять на себя какие-то хорошие решения, усилиться на следующий год. А что ты празднуешь? Ты празднуешь момент, когда божественный Бог, да, грубо говоря, Бог, божественный свет, вошел в этот мир через тебя. И ты празднуешь, что Бог, он в виде души вошел в этот мир через тебя, и ты можешь в этом мире, изучая Тору, делая добрые дела и выполняя запах, и ты можешь в этом мире прославлять Всевышнего, распространять божественный свет и сделать для Бога, это главная идея Хаббада, жилище в этом мире, да, в нижнем мире, в мире физическом. То есть ты являешься, ты являешься, как Бог сказал, построите мне мешкан, построите мне святилище, я буду находиться среди вас. То есть когда ты выполняешь святые действия, святую работу и так далее, ты являешься вот этим вот святилищем, в котором находится Бог, да, это божественная душа. И вот он говорит, это надо праздновать, и должны это праздновать мужчины, женщины и дети. И с тех пор весь Хаббад, а следом за Хаббадом и очень много других евреев религиозных, начали праздновать не рождение, но именно в плане собрать друзей, чтобы им рассказать о своих духовных намерениях на будущий год, чтобы сделать анализ, самоанализ и так далее. То есть чуть другой смысл, не самовосхваление, а саморазвитие, да, такое. Теперь, и вчера я слушал одного раввина Хаббадского, он говорит, вот я долго думал, почему именно в этот год он это сделал, а почему раньше он не делал, ведь что он этого раньше не знал, почему только, когда ему уже было там 80 лет, он вдруг это выступил и сказал. И он говорит, я проанализировал, оказалось, что в этом году он это сказал на день рождения своей жены, которая умерла в этом году. То есть у него умерла жена. Жена его была человеком очень скромным, и она вообще была не публичная. Она вообще никогда не выходила на, ну очень мало выходила на люди. Она не была публичной личностью, очень была скромная такая женщина. И она не хотела праздновать свой день рождения, не праздновала его. И он, если бы он до этого выступил и сказал бы, все должны праздновать день рождения, а как быть с женой? А жена его не празднует, а как? И было бы вот это вот несоответствие. Но он очень любил свою жену, очень уважал ее. И он не объявлял, хотя он в это верил, и он это объявил после того, как она умерла, но до того, как она не ушла из этого мира, он это не объявлял. Так вчера объяснил Равмоша Ганута, его звали. Почему именно до этого года Рэбе ждал с объявлением про день рождения? И сегодня вот его день рождения, тоже я вчера слышал, в Иерусалиме собрались его последователи, да? 10 тысяч человек собрались перед шаббатом в арене в каком-то месте таком, да? Чтобы они, опять же, смысл, они брали на себя обязательства стать более сильными, распространять идею Рэбе, нести добро людям, нести добро в мир, делать заповеди. И он сказал, говорит, интересно, кто из живых сегодня раввинов мог бы собрать перед Песохом, когда все заняты, мог бы собрать 10 тысяч человек перед Песохом в это время? А Рэбе даже через 30 лет после смерти может собрать на свой день рождения столько людей. И все эти люди, они пришли не для Рэбе и не для себя, они пришли именно для других. Это была его главная, главная идея, что когда ты начинаешь переносить пользу людям, когда ты начинаешь выполнять заповеди Всевышнего, то тебе не надо думать о своих силах, ты выполняешь волю Всевышнего. И Всевышний даст тебе все ресурсы, все силы, все, что нужно тебе, если ты выполняешь волю Всевышнего, то есть очень мне нравится такое еще выражение, религиозные люди говорят, иногда они говорят, вот я, например, я сейчас лечу в Турцию, и можно сказать, без рата шем, с Божьей помощью, завтра я проведу урок. Нельзя сказать, я проведу урок, ты не знаешь, проведешь или нет, ты не знаешь, что с тобой через минуту будет. Нельзя говорить, я сделаю, я буду, я это, надо всегда говорить, с Божьей помощью, без рата шем, то есть если Бог поможет, тогда да, а если нет, то нет. Или же говорят религиозные люди, им ирце шем, если Бог захочет. Я как-то слышал от одного раввина, в чем разница, когда надо говорить, с Божьей помощью, я сделаю с Божьей помощью, а когда им ирце шем, если Бог захочет. Он говорит так, если ты выполняешь заповедь Всевышнего ради Всевышнего, Тогда надо говорить с Божьей помощью Потому что Бог сказал это сделать Значит он поможет Ты тут не сомневайся Или он хочет или не хочет Завтра будет урок в 10.00 Без раташем с Божьей помощью Блин, Эдер, без обеда Я не обещаю, я приложу усилия Потому что я могу проспать Не дай Бог, там еще что-то То есть тут тоже надо предостерегаться Если ты Богу пообещал сделать Его поручение, а не сделал Это проблема Поэтому тут нужно второй такой предохранитель вставить Завтра в 10.00 Без раташем с Божьей помощью Блин, Эдер, без обеда Будет урок, вот это правильная форма Теперь, а сейчас я иду на посадку Вот я сейчас иду уже скоро на посадку Им рцашем, если Бог захочет Потому что тут нет заповеди Мне идти на посадку Это лично мое намерение Идти на посадку, не идти Тут я должен сказать им рцашем Если Бог захочет, значит получится Это не заповедь Это не Я не еду по божественному поручению Это поездка по бизнесу Поэтому И мы рцашем все будет хорошо Понятно Это первая тема, мы сегодня обсудили Значит, очень хорошо Сделать какое-то сегодня подумать Доброе дело, заповедь И сказать, что Будь я беру на себя Обязательство в этом усилиться Сделать еще что-то Вот так Теперь дальше Второе Начинается недельная глава Сейчас Шмини Недельная глава Шмини Мы начинаем читать Восьмой На восьмой день И вот Значит Сегодня Первый отрывочек этой главы Рассказывается про Аарона Как он уже начал служение Значит Семь дней Мушерабену Приносил жертвоприношение Он как бы его вводил в должность Было Много разных жертв Семь дней Аарон и его сыновья Жили Возле Мишкана И вот на восьмой день Все уже Аарон Он начинает служение Вот сегодня рассказывается Он начинает служение С Опять же Жертвоприношения И само вот это вот понятие Жертвоприношение Да Жертвоприношение Само понятие Оно Если вы Читать на иврите Становится очень понятно Курбан 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 это от слова Кареф Кареф это близко Ли Кареф Да Приблизиться Вот когда мы приносим Когда Аарон Приносил Курбан В храме Жертву То эта жертва Она была Как бы Приближала к Богу Не как бы А приближала к Богу Это был способ Приблизиться ко Всевышнему Способ Непонятный Да Например Ну Если мне что-то непонятно Это не значит что Это значит просто Что мне непонятно Это показывает не на Уровень Того Кто делает А на мой уровень Это как Не может же Котенок понять Как устроен самолет Не может Но не может же Котенок сказать Какой глупый самолет Типа Потому что я не понимаю Точно так же Мы не понимаем Как Курбан Курбан Работает Есть много У великих равинов Дагада И так далее Но в принципе Нам непонятно Как это работает Просто создан Такой был интерфейс Такой была создана Модель Система Выполняя Которую Очень четко Выполняя Эту систему Можно было Приблизиться К Всевышнему И выйти Не просто лично На духовный Новый уровень А выйти Весь мир Выводился Когда был храм И были там Жертвоприношения Весь мир был На другом Духовном уровне Выше чем сейчас И значит Вот начинает Аарон Описывается Его жертвоприношение Какие он Принесил Жертвоприношения И что мы знаем Про Аарона Первосвященника Это очень интересно Да В Перте Вот Есть такая Мишна Авути Талмидавши Леарон Будьте Как ученики Аарона Что это значит Оев Шалом Люби мир Родев Шалом Гони За миром Оев Это бриот Люби создание Бриот Это создание Бога Уми Карван Ле Тора Приближай Их К Торе Да Значит Это был Его подход Аарона Он Вся его жизнь Была Люби мир Гони за миром Люби создание Люби Творение Божие Да И приближай Всех к Торе То есть Учит Обучай Торе Приближай К Торе И первый отрывок Сегодня именно о том Как Аарон Принес первые Три жертвоприношения Значит Можете У нас есть Книжечка наша Которую каждый день Я очень рекомендую читать Там есть Отрывок из Торы Из недельной главы Перевод на русский И комментарии Рашу был такой Великий комментарий Комментатор Раф Шлома Как сказать И жил тысячи лет назад Значит У него есть Комментарий И третье Что у нас есть Сегодня Это мы приближаемся К Песоху Да Мы осталось До Песоха Сегодня 11 Четыре дня Четыре дня Осталось до Песоха Три дня По большому счету Воскресенье Понедельник Вторник В среду Вечером Ну четыре дня Можно сказать Мы садимся И начинаем Лейл Седер И очень важно Подготовиться К Песоху Все убрать Все лишнее убрать Все лишнее повыкидывать Все очистить Чтобы не было Никакого хамца И ничего лишнего Да Вытянуть из жизни Все 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 Что К чему мы привязаны Да Мы все рабы Рабы Своих каких-то вещей А потом человек умирает У меня отец ушел год назад Да Вот он очень был человек тщательный У него все было на своих местах А потом все Что он всю жизнь Складывал по местам Оно никому не нужно оказалось И он всю жизнь Вот его настолько Это Это волновало Тревожило Чтобы все было по местам По спискам Все Потом он уходит И это никому не нужно То есть Но получается Что привязанность К этим спискам Привязанность К каким-то вещам Она человека Это рабство Это современное рабство То есть Мы живем В мире В котором мы привязаны К тому Что нам не необходимо Но из-за того Что мы к этому привязаны То мы становимся Как бы рабами Вот этих вот вещей Быта И так Людей Работы Ну это как такое Современное рабство Человека загоняют В общество потребления Когда ты работаешь Ради того Чтобы приобретать Те вещи Которые тебе не нужны И даже Когда ты их приобрел Ты опять Работаешь Это тоже Я кстати Сегодня читал Интересно Как Любовичский Рэбе Это был там Третий или четвертый И он К нему пришел Один 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 Который Калоша делал Калоша И этот Калоша Который делал Он очень беспокоился Все И ему Рэбе говорит Ты знаешь Говорит Я вот Первый раз вижу человека У которого голова Она вся в калошах То есть Ты здесь погружен В свои калоши Ты вообще не видишь И потом Интересно Что это даже в то время Так же Появились ковры тогда И все побежали В банки В то время Брать ссуды Чтобы купить ковры Это было там 200 лет назад Ковры модные были И Рэбе Он им говорит Послушайте Говорит Ну этот Хоть у него голова Была в калошах А не хоть над землей А вы уже Погрузились головой Под землю В эти ковры Да Зачем вы себя Так грузите Этими материальными вещами Он очень Это хотел намекнуть И сказать И вот в Песах Мы выходим из этого материального рабства Неделю Чтобы Песах прожить Неделю Мы кушаем мацу Никаких там Булок Шмулок Всего этого И видим Я например Каждый раз Понимаю Что можно прожить в день На листе мацы На овощах На два яйца И маленький кусочек Там что-то еще Все Вот это то Что реально Потребность человека Все остальное Это выдуманные потребности Но если они тебя реально Цепляют То ты в рабстве У этого общества потребления Поэтому Освобождаемся Освобождаемся И выходим на свободу Но еще раз Как жертвоприношение Вся тора Она вот в том Что есть специальный алгоритм Который нельзя нарушать Бог его дал Если ты Если ты не выполняешь Этот алгоритм То это нельзя сказать Что ты верующий Вот в этом вот Главная разница Между тех Кто верит в сердце Но ничего не делает Между теми Кто по-настоящему верит Любовь Хорошее отношение Проявляется в том Что ты делаешь И чем больше ты делаешь Против того Что ты хочешь Тем больше Любовь тобой двигает Поэтому Тут очень важно Скачать У нас будет сегодня В телеграм-канале Как готовиться К Песаху Все нюансы Подготовиться хорошо И правильно Провести Песах Это как раз И значит Выйти на свободу Все Всем хорошего дня Без рада Шамб с Божьей помощью Завтра Блинедер Будет урок И всем удачи Успехов Напишите свои инсайты Обязательно напишите Вот после урока Самое важное Не что я рассказывал А что у вас осталось Это надо зафиксировать В виде какого-то Раз-два-три резюме И какое-то действие Надо обязательно сделать Все Удачи, успехов Всем до завтра Чтобы Всевышний услышал Ваши молитвы И чтобы вы Когда молитесь И просите у Всевышнего Могли сказать Я сделал Я сделал Я сделал Дай мне пожалуйста А не так Дай мне Дай мне А ты что Я люблю в сердце Все, пока